Привет, друзья! С вами Антон, магазин Workout. И сегодня у нас очередная распаковочка. На этот раз поговорим об утяжелителях для рук и ног Workout. Погнали! Итак, я уже достал эти жилки из упаковки. Надеюсь, никто не против. Вот в такой вот... В таком вот полиэтиленовом пакете они поставляются для сохранности. И первое, первое, что я могу сказать... Ну, во-первых, вы заметили у меня новое поколение. Да, выполнено в красном, черном и сером цветах. И первое, что я могу сказать, что с этими утяжелителями вы будете самым стильным на площадке. То есть это реально самые стильные утяжелители, которые можно сейчас найти в продаже. Это не какое-нибудь там зеленое или синее, непонятно что-то, что на ногах будет. Это реально стильные утяжелители. Черные, красные, надпись Workout. Очень модно. Это вот первое, что бросается в глаза. Дальше. По конструкции. У меня здесь утяжелитель на 4 килограмма, но все они, в принципе, одинаковые, зависят, отличаются, да, 2, 3, 4, 5 или 6 килограмм. Только вот длиной кармашков, то есть чем они тяжелее, тем кармашки длиннее, чем они легче, тем кармашки, соответственно, меньше. Это всегда 5 кармашков, да, это всегда 2 мощных скобы, на которых фиксируется, да, благодаря которым все это плотно фиксируется на ноге. И, естественно, это 2 качественных липучки, чтобы все это затянуть. В магазине Workout есть два вида утяжелителей, регулируемый и нерегулируемый. У меня здесь конкретно регулируемый. Чем они отличаются? Сейчас покажу, как бы это развернуть к вам. Вот, то есть в регулируемых утяжелителях, в регулируемых кармашки не зашиты. И, соответственно, грузы можно вытаскивать. То есть это не то, что вы будете делать на каждой тренировке, потому что грузы не так удобно вытаскивать, вставлять обратно. Но вы можете сразу взять себе, скажем, на пару килограмм больше, чем вам нужно сейчас, с запасом, и сэкономить таким образом деньги. То есть просто сразу вытащить лишние грузы, скажем, купить на 4 килограмма, заниматься с 2,5 до 3 килограмма. А потом, когда уровень вырастет, поставить обратно этот мешочек и получить 4 килограммовые утяжелители за те же деньги. То есть это очень удобно. А по цене регулируемые не сильно дороже, чем нерегулируемые. Можно прикинуть, как они смотрятся на ноге. Достанем вторую пару и прикинем сразу на ноге. Это 4-х килограммовые, опять же, то есть 2-х килограммовые, 3-х килограммовые будут меньше смотреться. 5-6 будет, соответственно, немного крупнее. Очень легко, очень быстро устанавливаются. И вот так они сидят на ноге. Очень непривычное ощущение. Хотя, с одной стороны, вроде на ногах они не чувствуются, да, потому что очень комфортно сидят. А с другой стороны, сразу нога становится гораздо тяжелее, и это очень непривычно. Ну, одно дело походить в них, да, другое дело посмотреть, насколько удобно будет в них заниматься, насколько удобно будет в них подтягиваться, отжиматься на брусьях. Выходы с восьмеркой, наверное, не сделаю, поэтому даже не буду пытаться. Вот, а вот подтягивания и отжимания попробую. Также за счет того, что в них внутри дробь, в них внутри металлическая дробь, такие маленькие шарики, собственно, за счет этого они и позволяют плотно облегать, повторяя форму тела, повторяя форму ноги, за счет того, что вот маленькие шарики, они распределяются и получаются очень комфортно. Поэтому эти утяжелители отлично подходят для динамических упражнений, для бега, для прыжков, для различных подвижных игр, где нужно дополнительное отягощение на ногах. То есть это не только для уличных тренировок, не только для турников и брусьев, а очень многофункциональный, очень многофункциональный инвентарь. Я не знаю, с чем кенгуру делает такие брусья, якобы это снаряд для инвалидов, но на нем даже здоровому человеку отжиматься очень-очень некомфортно, потому что они очень широкие и они очень низкие. Это очень неудобно. Что касается мих утяжелков, то на ногах они практически не чувствуются. Я сейчас попробую, может, найти здесь где-нибудь брусья повыше, чтобы не надо было подгибать ноги, но даже когда ты подгибаешь ноги, и, казалось бы, доп вес должен их разгибать, по крайней мере, 4 килограмма вообще не чувствуется, и отжиматься комфортно. Я думаю, что на высоких брусьях, где не надо подгибать ноги, будет еще комфортнее. Ну вот, на турнике, собственно, сейчас, наверное, и попробую, как оно будет. И поглядим. И так, что я могу сказать по итогам распаковки, по итогам тренировки в утяжелителях воркаут, 4-х килограммовых. Мне понравилось, мне понравилось. В первую очередь, конечно же, внешний вид, я не знаю почему, но мне он очень сильно нравится. Так-то, в принципе, я небольшой любитель тренироваться с весом, и практически этого не делаю. Но сидят они комфортно. Да, если не подгибать ноги. Если подгибать и делать больше, там, 20-30 повторений в подходе, то забивается немножко бицепс бедра, задняя поверхность бедра забивается. Но терпимо не так, чтобы прямо не разгибались и как-то это мешало заниматься. В то же время, да, лучше бы, если бы были нормальные площадки с нормальной высотой брусьями, с нормальной высотой турниками, где можно заниматься. Если есть в Москве кто-нибудь, кто смотрит это видео, занимается бегом, использует утяжелители, и хотел бы протестировать утяжелители воркаут на себе, пишите в комментариях, пиши в комментариях. Встретимся по тестам. Просто интересно именно мнение тех, кто будет в них бегать, или заниматься кроссфитом, функциональными тренировками, вот чем-нибудь таким, а не просто турниками брусьями, как я. Тоже будет интересно записать видео, обзор, тренировку. Вот. Вот такие вот дела. Наверное, это все, что можно сказать, рассказать еще раз покажу. Утяжелители, пять кармашков, крепление, липучки, внутри дробь. Хорошо, плотно облегает руку или ногу, в зависимости от того, где фиксируется. Тренироваться удобно. Что? Все. Вот такой вот обзор на сегодня. Если хотите увидеть обзор на какой-то конкретный товар из магазина Workout, пишите в комментариях, я их все читаю. И подписывайтесь на канал, обязательно кликайте на колокольчик, и тогда вы будете в курсе всех новых свежих видео на канале, всех новых обзоров. Все. Увидимся в следующих роликах. Пока.